Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин. Я знаю, что у каждого есть свой уникальный талант. Я любил в детстве играть в песочницы, делать пасочки, делать замки из песка. И это у меня получалось очень быстро. Я вырос и продолжаю заниматься этим. Я подумал, что это мой талант, и занимаюсь тем же самым. Но хочу сказать, что этот талант, я уверен, присутствует абсолютно у всех. И я хочу вам показать, как сделать интересную конструкцию с водоемом, с замком, с фонтанчиком. Очень быстро, буквально за несколько дней. Здесь нет ничего сложного. И это может себе позволить сделать каждый. Ничего не сложного. Просто вы можете себе это позволить, если у вас есть кафе, ресторан, свой двор. Просто приусадебный участок или облагородить красивое место возле подъезда. И, пожалуйста, посмотрите, как это все происходит. То есть мы выкапываем котлован, делаем чашу, укладываем гидроизоляцию. И прямо на гидроизоляцию, раствором, желательно с гидротехническими присадками, мы укладываем камень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы видите, как мы скрупулезно собираем замок. Для того, чтобы собрать такой замок, для этого нужно сначала его разобрать, разломать. Если вы не разломаете замок, то вы, конечно, его не сможете собрать. Но в данном случае, видите, мы успешно разломали замок и аккуратно его собираем с помощью специального клея, который вы можете купить в строительном магазине. Друзья, для того, чтобы сделать небольшой водопадик, необходимо на той же гидроизоляции, на которой сделана основная чаша, сделать из бетона небольшую платформочку, завести обязательно шланг для подачи воды, спрятать его между камнями и таким вот образом выложить небольшую горочку в самом низу водоема, подключить небольшой насос. Обязательно нужно рассчитать высоту подъема насоса. Обратите внимание при покупке диаметра выхода насоса. Какой вам нужно шланг заложить? Один из секретов вам расскажу, что если, допустим, у вас высота подъема насоса полтора метра, в этом случае, если вы сделаете полтора метра высотой водопад, то водопад не будет работать, потому что в насосе указывается максимальная высота подъема, на которой уже насос не дает воды. Берите обязательно высоту подъема насоса в два раза выше по паспорту, чем вы собираетесь сделать водопад. И теперь посмотрите, что у нас получилось. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь это центральная фишка заведения, ресторана. Здесь очень любят фотографироваться посетители. Это место теперь стало узнаваемым. Да, хочу сказать, что такой водопад, такую композицию может сделать каждый. Мы это сделали за 4 дня. Я не думаю, что у вас для этого понадобится больше времени. Смотрите видео внимательно, задавайте вопросы, если что-то непонятно. Я буду очень рад ответить на все ваши вопросы и помочь вам информационно создавать красоту. С вами был ваш Костя Юдин, ландшафтный архитектор. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова